Деньги в дело Да, все верно Многие вообще не имеют никакой финансовой подушки безопасности Тем не менее, 40% россиян признались, что хотят ее накопить И вообще научиться правильно распоряжаться своими деньгами Как раз сегодня мы раскроем основные правила Которые важно учесть при создании такой финансовой подушки безопасности А какой в идеале должна быть сумма вот этой финансовой подушки, которую мы хотим накопить? Как показывает практика, финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме ваших ежемесячных расходов Минимум за полгода, в идеале за 12 месяцев Например, если ваши ежемесячные расходы составляют 50 тысяч рублей То финансовый резерв должен быть равен минимуму 300 тысячам рублей В этом случае вы можете уже более спокойно себя чувствовать И сможете свою энергию направить в более позитивное русло Например, найти более высокооплачиваемую работу Или, например, превратить свое хобби в бизнес А с чего начать формирование такой подушки? В первую очередь, с осознанного отношения к деньгам и учета доходов и расходов Очень важно знать не только, сколько мы зарабатываем, но и сколько мы тратим Вы сами увидите, на какие статьи расходов у вас идет большая часть бюджета Таким образом, вы можете здесь немножко сэкономить Вот по практике те, кто начинает вести такой учет, признаются, что 10-20% своего дохода они тратят впустую А есть какой-то рецепт, как копить такую подушку при любом заработке? Да, и таких рецептов много Ну, точнее сказать, эффективного распределения своего дохода Самый популярный это 50-30-20 То есть 50% это ваши постоянные расходы 30% нерегулярные, необязательные покупки траты И 20% это ежемесячные накопления Если сразу тяжело откладывать такую сумму, то можно начать с 5 или 10% от своего дохода Главное, чтобы это стало вашей привычкой Накопленные деньги, понятно, не должны лежать под подушкой, особенно учитывая инфляцию Как лучше хранить эти накопления, где и в какой валюте может быть? Абсолютно верно Чтобы уберечь деньги от инфляции, а еще от соблазна потратить на что-то Лучше хранить их на специальном счете Где будет хороший процент, возможность пополнения И важно, чтобы была возможность снятия без потери процентов А что касается валюты, то советую хранить в той валюте, в которой вы тратите Например, в кредитном кооперативе «Делай деньги» можно открыть сберегательную программу По фиксированной ставке 13% годовых Минимальная сумма 30 тысяч рублей Максимальная сумма 3 миллиона Ставка фиксируется на срок от 3 месяцев до 3 лет При этом в течение всего периода договора вы можете пополнять счет в любое время И снимать часть денег без потери процентов В первые 3 месяца вы можете снимать 20% от суммы в договоре В последующие месяцы до суммы неснижаемого остатка, то есть 30 тысяч рублей Если у наших слушателей остались еще какие-то вопросы, куда они могут обратиться? Можно обратиться в любой офис «Делай деньги» в городе Кирове А у нас их 5 и работаем мы, кстати, 7 дней в неделю по удобному графику Также можно узнать подробности по телефону 4 7 96 Татьяна, спасибо вам большое за разговор Доброго дня вам, доброго дня всем слушателям Надеюсь, всем удастся накопить или начать копить на подушку безопасности, если они этого еще не сделали Думаю, обязательно удастся Спасибо большое, до свидания Кредитный потребительский кооператив «Делай деньги» Киров Вступительный взнос 100 рублей, паевой – 1000 Член кредитного потребительского кооператива несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного потребительского кооператива Продолжение следует...